Май 1993 года. Выставка вооружений на полигоне Чанпин недалеко от Пекина. Показанная здесь российская авиадесантная арт-установка НОНА произвела сильнейшее впечатление на китайских поездках. Но неприятной неожиданностью для специалистов Климовского СНИИ-ТОЧМАШ стало то, что по ночам кто-то слишком тщательно изучал их орудия. Наши специалисты утром приходили, аккумуляторы разряжены, все наши метки, волоски приклеивали, наши китрицы и так далее, все почему-то сорваны. При подписании контракта подозрения подтвердились. Мы тогда поехали подписывать контракт, уже они вызвали нас для подписания контракта, но в основном я понял, что просто делались уточняющие вопросы, потому что до сих пор никакого контракта нет. А сегодня известно, что китайцы, в общем-то, практически его воспроизвели. Созданная специально для артиллерии воздушно-десантных войск еще в конце 70-х, самоходное орудие НОНА превосходило по своим параметрам все известные в то время мировые аналоги. Поэтому неудивительно, что оно представляло огромный интерес для зарубежных военных специалистов. В 30-е годы, когда рождалась крылатая гвардия, десантники и мечтать не могли о такой технике, как НОНА. В основном их поддерживали простейшие, безоткатные динамореактивные пушки. С тех пор артиллерия ВДВ в своем развитии совершила гигантский рывок вперед. Но главными требованиями к новым орудиям всегда оставались авиатранспортабельность, способность десантироваться как посадочным, так и парашютным способом и вселять в десантников уверенность в том, что даже в тылу врага они имеют мощную огневую поддержку. О малоизвестных страницах истории создания самой мобильной артиллерии в мире мы впервые расскажем в нашем фильме. Гром с небес. В марте 1982 года в Советском Союзе произошло событие, оказавшееся знаковым. Во время посещения Ташкентского авиационного завода на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева рухнули деревянные леса с приветствовавшими его людьми. Совершенно секретно. 30 марта 1982 года. Вашингтон. Президенту США Рональду Рейгену. По моему мнению, события, произошедшие в Ташкенте 23 марта этого года, могут оказать серьезное влияние на состояние здоровья главы КПСС Леонида Брежнева, а следовательно, вызвать изменения в политическом руководстве страны. Господь секретарь США Александр Хейт. Конечно, тогда никто не мог и предположить, что совсем скоро рухнет и привычный уклад жизни всего советского государства. С тех пор многое поменялось в стране, но конкурс Бризанское высшее воздушно-десантное училище оставался неизменным даже в труднейшие перестроечные годы. Мало того, в конце 80-х группа абитурентов, заваливших экзамены, отказалась ехать домой. Год, боюсь вам собрать, по-моему, 89-й. Уже конец октября, 21 или 22 человека живут в палатках, не в палатках, в землянках, ну, получили двойки, никуда не уехали, вот, чтобы попасть только в это училище. Один уже прапорщик, женатый, тоже шел в училище, в Афгане был. Командующему ВДВ Владиславу Ачалову пришлось разрешать ситуацию неординарным способом. Ну, что делать? Звоню, иду, и я зову. Товарищ министр, у меня вот такое недоразумение. Двадцать один человек живут в Сельцах, не хотят уезжать, хотят учиться в училище. Так прими, кто тебе мешает. Я говорю, ну, там по две двойки, по три есть. Ты знаешь, вот они будут учиться, и из них будут десантники. Позже этих ребят, принятых в училище, назовут десантом из подземелья. Одной из причин такого интереса молодых людей к ВДВ стали советские боевики режиссеров Андрея Малюкова и Михаила Туманишвили в зоне особого внимания и ответный ход. Товарищ подполковник, три тройки. Машина за вами вышла. Замаскированный командный пункт уничтожен. Извините, товарищ генерал. Роль капитана Зуева в этих фильмах сыграл тогда еще начинающий актер Александр Питков. Интересно, что одновременно со съемками он проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Одного десантника троидают, это не верно другим войскам. Это порыв, когда человек летит и падает в небо вместе с криком «Ура», когда все побеждают свой страх, преодолевают его. Во время первого прыжка, когда на купол нижнему пришел верхний десантник, потух купола, он его схватил за строй, по ней вместе приземлились. Вот это братство, товарищество, о котором мы говорим постоянно, его нужно показывать не только словами, но показывать в фильмах. Но ВДВ не только соединение тренированных молодых бойцов. Это по существу мини-армия собственной инфраструктуры. Пехотинцы, саперы, связисты. Есть даже свои водолазы и ракетчики ПБУ. И, конечно же, артиллерия. Там есть и реактивные установки, есть и гаубицы, есть полковая артиллерия. Вот, все приспособлены для десантирования в тыл противника. И без артиллерии ни одно применение десантных войск в бою, в боевых операциях не обходится. Не случайно в боевом уставе ВДВ зафиксировано. Артиллерия является главной огневой силой воздушно-десантных войск. Однако до начала 50-х на вооружении крылатой гвардии состояли орудия, не предназначенные для сброса на парашют. Они могли десантироваться только посадочным способом. Поэтому стал вопрос, стал вопрос о создании соответственной воздушно-десантной техники для десантирования парашютным способом и соответствующим образом артиллерийских систем. Для того, чтобы успешно решать боевые действия в тылу противника. Десант, его назначение в тылу противника нарушить связь, коммуникации, штабы, склады, дезориентировать, внести смуту, панику и в то же время, как второй фронт, отвлечь на себя какие-то силы. Анализируя опыт Второй мировой войны, военные специалисты пришли к выводу, что наибольшую опасность десантников представляют собой камни. Нужно было разрабатывать не только для, так сказать, полевую артиллерию, способ, которые предназначены для уничтожения или подавления живой силы и огневых средств противника, но и технику, которая могла успешно бороться именно с танками противника. Для этих целей могла подойти артиллерия сухопутных войск. Если бы не одно обстоятельство. Вместе с пушками нужно было десантировать буксировочную технику. А это часто приводило к тому, что пушки, тягачи, снаряды и артиллерийские расчеты приземлялись в разных местах. Поэтому было принято решение о разработке легких мобильных самоходных авиадесантных установок. Их создание было поручено заводу, казалось бы, никак не связанному с производством военной техники. Отличный подарок получили москвичи к 41-й годовщине Октябрьской революции. С вводом в действие Филевской линии метрополитена в комфортабельных вагонах столичного метро всего за полчаса можно проехать через весь город от района Измайлова до Кутузовского проспекта. Наверняка некоторые из вас обращали внимание. Почти все вагоны-подземки сделаны на Мытищинском машиностроительном заводе. Но мало кто знает, что во время войны на этом заводе было налажено производство легендарных артиллерийских самоходов. В те годы многие предприятия переводились на выпуск военной продукции. Накопленный опыт пригодился. И в апреле 1949 года в Мытищах была создана первая в мире авиадесантная самоходная установка АСУ-57, которая положила начало всем последующим мобильным артиллерийским системам ВДВ. Стараясь сделать самоходку максимально легкой, конструкторы даже убрали крышу. Она весила чуть больше трех тонн, а небольшая высота позволяла легко маскироваться на местности. Машину полюбили за простоту, маневренность и высокую точность 57-мм орудия. А за размеры и хорошую прыгучесть прозвали лафонь. Я стрелял с этой пушки. Пушка была хорошая. На тысячу метров снаряда забивала, как гвозди в ДОСТе. Вот поэтому для десантников это уже была хорошая мощная огневая поддержка. АСУ-57 могла насквозь пробить броню лучшего американского танка того времени «Шерма». Но главное, впервые в мировой практике это самоходное орудие можно было десантировать парашютным способом. Сначала с бомбардировщика Ту-4, а затем широкофюзеляжных военно-транспортных самолетов АН-8 и АН-12. Это резко повысило боевые возможности крылатой гвардии. А вскоре в Матищинском КБ Николая Астрова создали еще одно самоходное орудие – АСУ-85. АСУ-85 – это более мощная система. У него дали стрельбы уже 1300 метров. Набор боеприпасов. Если у АСУ-57 только подкалиберные, бронебойные снаряды, бронебойные, то СУ-85 уже бронебойные, подкалиберные, уже кумулятивные снаряды. Но уже в конце 50-х все работы по разработке и производству артиллерийских вооружений в СССР были практически свернуты. В конце 50-х из армии были уволены сотни тысяч совершенно неготовых к гражданской жизни людей. Принятием решения о новом сокращении вооруженных сил мы подаем добрый пример, соответствующий лучшим идеалам человечества. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодые офицеры. Гимберизованные, бесквартирные, кто куда, где-то на Украине. Короче говоря, бывший майор стал знатым свинарем. И товарищ Хрущев присвоили ему звание Герой социалистического труда. Ну и как-то он высказался, вот, товарищ, основное призвание офицерского состава, которое нам вроде сейчас не нужно, а мы забросаем кого надо ракетами. Этот процесс коснулся и артиллерии ВДВ, численность которой была сокращена втрое. Положение изменилось только в середине 60-х. Тогда же началось и давно назревшее перевооружение воздушно-десантных поисков. Его инициатором стал легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов. Одной из черт, Василий Филиппович, была, знаете, какая-то жадность к новому. Вот это, может быть, звучит грубовато, но все, что он увидел новое, он обязательно хотел это все перенести в воздушно-десантные войска. Он в войска редко когда приезжал, чтобы с ним не было каких-нибудь генеральных конструкторов, чтобы с ним не было директоров заводов. И на все сборы, на все сборы он всегда приглашал и генеральных конструкторов, и ученых. В 60-е годы при проведении десантных операций подразделения ВДВ по-прежнему совершали марш и передвигались на поле боя в бешем порядке или действовали в составе сухопутных войск. Поэтому Маргелов считал, что прежде всего крылатую пехоту нужно посадить на железного боевого коня. Остается только удивляться дару предвидения Василия Маргелова. Он прекрасно понимал, что создание собственной мобильной брони для ВДВ является вопросом жизни или смерти. Впереди были Афганистан, Чечня и другие горячие точки. Первая в мире боевая машина десанта ПМД-1 стала родоначальницей целого направления боевой техники. И не только для ВДВ, но и для других родов войск. Она произвела переворот в тактике применения воздушно-десантных войск. Крылатая пехота получила возможность маневрировать на поле боя и вести широко масштабные боевые действия, будучи защищенной. В том числе в условиях применения ядерного оружия. Все парашютно-десантные полки были приведены на боевые машины. Пехота была очень мобильная, быстро передвигалась. В атаку на боевых машинах развертывалась цепь, выскакивали бойцы. В цепь и наступали. Но теперь уже артиллерия ВДВ, которая по-прежнему состояла из буксируемых орудий и устаревших самоходок АСУ-57 и АСУ-85, не могла в полной мере обеспечить выполнение стоявших перед десантом задач. Мы же в тыл врага десантируемся, там кругом противник. Он засекет нас еще на подлете и гвоздить нас будет еще на площадке. Они будут ждать, когда мы расшвартуемся, заряди, стрелять начнем. А мы будем расшвартовывать целый час эту самоходку. И также и пушки, и также гаубицы. Поэтому стал вопрос. Артиллерия такая же должна быть подвижной, как и пехота. В октябре 1972 года, только что вернувшийся из длительной командировки в Египет, командир 105-й дивизии ВДВ Павел Калинин ждал назначения на новую должность в артиллерии сухопутных войск. Но был срочно вызван к Василию Маргелову. У него привычка была такая, значит, рукава засушены, тельняшка нараспашку, знали так, сидит, курит. Разговор оказался для генерал-майора Калинина неожиданным. Подает рапорт, не рапорт, а выписку из акта проверки главной военной инспекции, где указано, что все части 76-й Псковской и 105-й Ферганской оценены хорошо и отлично, а все артиллерийские части неудовлетворительно. И о том, что принято решение, поснимали отстроение от должности начальника артиллерии ВДВ, генерала, генерал-майора Калмыкова, героя Советского Союза, освободены начальники артиллерии дивизий, отстроены командиры полков, короче говоря, полный разгром. Нужна была срочная реформа, и Павел Калинин был назначен новым начальником артиллерии ВДВ. И вот в 1972 году начались мировские работы по теоретическому обоснованию необходимости создания самоходной установки для воздушно-сантых войск. Это была исключительная ситуация, когда работы по созданию нового типа вооружений начались по инициативе и при активном участии военных. Казалось, решение лежало на поверхности – сделать самоходку на базе БМД. Однако первые экземпляры оказались неудачными. Стрельнули, база развалилась, ходовая часть. Не приспособлены. Десантники решили обратиться к специалистам единственного в то время артиллерийского отдела Климовского ЦНИ «Точмаш». Руководитель отдела, талантливый конструктор Авенир Новожилов встретился с Василием Маргеловым и предложил свой вариант. В первую очередь пришлось преодолевать сложности, связанные с утверждением нового проекта. Перевооружение – это не так, допустим. Командующий решил самоходную артиллерию – и давай. Или там начальник рода войск. Этот вопрос очень глубоко прорабатывается. А потом окончательно принимается решение. И потом выходит на правительство. Это же такие дела. Это не велосипед там сделать, к примеру, дома. Зная все это, новый начальник артиллерии ВДВ Павел Калинин заручился поддержкой очень авторитетных в вооруженных силах людей. Но случилось непредвиденное. Началось собрание военно-промышленного комплекса, которые категорически против выступили. Зачем создавать для десантников отдельную машину? Выступил на удивление против нас и маршал Передельский, командующим ракетных войск артиллерии. Но промолчал главный маршал британковых войск Бабаджанян. Кулешов поддержал Маргелова. В последний момент критическое положение попытался спасти командующий ВДВ. Василий Филиппович не выдержал и очень, очень грубо, чуть ли самое, он мог, значит, ВПК разгромил, что в конце концов, что это за воздушные десанты войска, резерв Верховного Главного Командования, и он просит единственно иметь в броне самоходно-артистскую установку. Но и это не возымело действия. Тогда десантникам пришлось пойти на хитрость. Для того, чтобы убедить высшее руководство страны в необходимости создания этого орудия, принятия его на вооружение, ну, пошли, так сказать, на маленькую ложь. На маленькую ложь. Это я откровенно вам говорю, мало об этом пишут, что НОНА, она также предназначена для наступления в цепи вместе с БМД. И даже учебники были написаны. Однако потребовалось еще много месяцев ожесточенных споров, прежде чем решение о разработке новой самоходной установки было, наконец, принято. В результате из КБ Авенира-Новожилова вышло уникальное орудие, вобравшее в себя свойства сразу нескольких артиллерийских систем и получившее ласковое женское имя НОНА. Орудие НОНА в рейтендауровой войсках заменило миномет, гаубицу и противотанковую пушку. Три системы. 120-мм орудие обеспечивает уничтожение и подавление основных видов современных целей. Орудие может стрелять как новыми нарезными снарядами, так и 120-мм минами, а также боеприпасами иностранного производства. В конце 70-х новая самоходка поступила на государственные испытания. Вдруг на вертолете прилетает командующий ВДВ Василий Филиппович и зарядит всех в сторону. Я хочу сам произвести выстрел прямой наводкой. Я говорю, товарищ командующий, ну ради бога, сделайте выстрел, но не лезьте туда в машину и, пожалуйста, не прямой наводкой. Это идея, ну с ним разговор, трудно разговаривать. Вот зарядили 120-мм мину, он залез сюда, навел за наводчика, бах, выстрел, прекрасно. По счету, счета как не бывало. Сел вертолет, улетел. В 1981 году, учитывая личное участие в разработке, испытаниях новых образцов техники и тесной контакты с промышленностью, генерал-лейтенант Калинин был назначен заместителем командующего ВДВ по вооружению. В этом же году НОНА начала поступать в войска. Но еще до официального принятия на вооружение первую батарею новых орудий отправили в Афганистан. Мы не случайно так подробно остановились на трудностях в истории создания самоходного орудия НОНА. Техники не прикажешь, любил повторять легендарный командующий ВДВ Василий Маргелов. Поэтому она должна быть такой, чтобы жизнь десантника, если и придется ее отдать, очень дорого досталась врагу. Но лучше, если он вернется домой с победой. НОНА будто специально была создана для ведения боевых действий в горах Афганистана. Поднятый практически вертикально ствол позволял уверенно уничтожать цели, которые были недоступны ни пушкам, ни даже гауптям. А меняющийся клиренс – укрываться в складках горной местности. Поражала и точность стрельбы новой самохода. Ситуация, которая, я наиболее близко познакомился с НОНой, случилась в одной из провинций Афганистана. Когда наш батальон, который прочесывал ущелье, попал под огонь из зенитной установки, никак не могли ее подавить. Вызывали авиацию. И тогда на помощь были вызваны НОНы. После короткой пристрелки батарея дала всего один салф. Практически два прямых попадания, два снаряда попали непосредственно в эту позицию. Естественно, ни от зенитной установки, ничего там практически не осталось. То, что в Афганистане требовалось именно такое орудие, которое обладало бы не только уникальными огневыми качествами, но и надежно защищало личный состав от поражения, стало ясно с первого же дня войны. После высадки в Кабульском аэропорту 27 декабря 1979 года, именно артиллеристы открыли печальный счет боевым потерям советских десантников. Когда четвертая батарея выдвигалась к своему объекту, из-за Дувалов, невдалеке от аэродрома, была батарея обстреляна очень интенсивным огнем. В результате этого обстрела погиб находившийся в тягаче буксируемого орудия артиллерист-десантник, уроженец Башкирии Таравис Яхин. К сожалению, несмотря на то, что он был и в бронежилете, и в каске, пуля попала в голову. Многие считают, что артиллеристы видят поле боя в бинокле, но это совсем не так. Война для военных человек это работа, но работа специфическая, там могут убить. Убить это ладно, убили, да и все, а покалечили. Это хуже. У меня всегда здесь на поясе была Ф-ка, ну, Ф-1, граната. Зачем попадать в плен к бандитам или к душманам, не станешь, чтобы они тебя пытали, жили каленым железом, и мы глотку тебе резали. Во время чеченских событий жизнь многих десантников была спасена благодаря НОНам. Она могла из-за дома, из одного дома вести огонь по соседнему, по другому дому, из-за уголов укрытия. Корректировщик находился у нас в одном подъезде, а бандиты находились в соседнем подъезде. Наши корректировщики планировали и наводили орудие в соседний подъезд, разрушая, тем самым нанося ущерб врагу. В 2002 году ночью мы напоролись на группу боевиков, завязалось бой столкновения, мы начали нести потери. Я вызвал огонь артиллерии, но затрудняло то, что слишком близко мы находились к противнику, в районе 150-200 метров. Приближая к себе разрывы, мы уничтожили группу боевиков, чем выполнили боевую задачу. Я хочу поблагодарить данную машину, она спасла жизнь многим гвардейцам, в том числе и мне, и проявила себя, доказала свою боеспособность, работоспособность в Афганистане, в Чечне. С Ноной связаны один из самых героических эпизодов Чеченской войны. Подвиг 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка Всковской дивизии ВДВ. Если бы не дивизион 2С9 Нон, который поддерживал бой этой 6-й парашютно-десантной роты, то рота бы не продержалась то количество времени, сколько она продержалась. Очевидцы боя, оставшиеся в живых, я сейчас не помню фамилии сержанта, я прочитал об этом в «Красной звезде», он там прямо и открыто говорит, что если бы не огонь артиллерии, мы бы там столько не продержались. Мы бы не продержались. И потерь бы, и он так сказал, что основные потери, это сказал сержант, основные потери боевикам нанесла именно артиллерия. Псковские десантники погибли, но не пропустили без боя боевиков, имевших огромное численное превосходство. С роты до конца остались и офицеры-корректировщики, капитан Виктор Романов и лейтенант Александр Рязанцев, управлявшие огнем артиллерийского дивизиона. Посмертно они были представлены к званию Героя России. Боевые машины десанта и самоходное орудие «Нона» произвели настоящую революцию в вооружении ВДБ. Возникло даже убеждение в их универсальности. Считалось, что вместе с переносными ракетными комплексами они могли эффективно бороться с танковыми противами. В результате командования ВДБ ошибочно решило снять с вооружения некоторые виды артиллерии. Отказались от Су-57, отказались от Су-85, отказались от 85-минутровой противотанковой буксируемой орудиями и начали переоружаться на ПТУР. Значит, ствольной артиллерии у нас противотанков не стало. Это было ошибкой. Доходило до, вообще до абсурда, воздушно-десантная дивизия способна бороться с тремя бронетанковыми дивизиями американцев. Прежде всего не были учтены недостатки ПТУР. Чем цель ближе к месту пуски ПТУР, ПТУР уже тяжело попасть. Казалось бы, выполнить эту задачу могут НОНы. Но и это мнение оказалось ошибочным. НОНа – это полевая артиллерия. Да, она может стрелять прямой наводкой на дальности 560 метров. Да, она имеет в боекомплекте кумулятивные снаряды. Но это возможность тогда, когда на огневую позицию НОН выйдут танки. Мы можем НОНу, например, танков применить только какие-нибудь из засады, из-за угла. Получилось, что мы оказались практически не способны эффективно бороться с танками противника в тылу. Ситуация усложнилась к середине 80-х, когда на вооружении стран НАТО появилась целая серия новейших танков, имевших мощную лобовую броню. Американский «Абранс», английский «Челленджер», западно-германский «Леопард» и другие. Совершенно секретно. Январь 1983 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову. Из источников, заслуживающих доверия, стало известно, что в декабре 1982 года представитель британской армии полковник Мюррей Браун подписал акт о завершении испытаний танка «Челленджер». На заключительном этапе отрабатывалось участие новой машины в четырёхсуточных наступательных действиях с задачей уничтожения крупного десанта противника. Председатель КГБ при Совете Министров СССР Виктор Чебриков. Противостоять этим машинам Ноны тем более не могли. Каждая система артиллерийская предназначена для выполнения определенных задач. Универсальную систему артиллерийскую сделать невозможно. На дальних рубежах проблему по-прежнему могли решить в Туле. А на ближних только основные боевые танки Т-72. Но для переброски по воздуху они были слишком тяжелые. Была поставлена задача. Нужна мощная противотанковая пушка. Самоходная, естественно. ВДВ уже на тот момент полностью хотели иметь всё самоходное. Работы были вновь поручены артиллерийскому КБ Климовского ЦНИ «Точмаш» под руководством Авенира Новожилова. Конструкторы решили последовать известному принципу «Всё гениальное просто». И установили на лёгкую базу боевой машины десанта БМД-3 125-мм орудие танка Т-72. По существу получился тот же танк, только вдвое легче. Его вес не превышал 18 тонн. Даже название новой машины было необычным. Авиадесантная самоходка получила имя обитателя морской пучины – «Спрут». Но поначалу возможность создания такого орудия не верили даже сами разработчики. В то время, когда мы начинали эту работу, во всём мире считалось, что создание такой системы, то есть пушки такого калибра на таком лёгком шасси, невозможно. Однако реализация именно этой идеи наделила новое самоходное орудие уникальными качествами. До сих пор в мире не существует арт-установки, обладающей манёвренностью, проходимостью и плавучестью десантной машины и одновременно огневой мощью боевого танка. Она позволяет выполнять задачи как боевыми снарядами, осколочно-фугасными, различными бронебойно-подкалиберными, так и противотанковыми комплексами. На дальних подступах работать, поражать будут цели противотанковыми комплексами «Корнета». А когда танк подошёл ближе противника, в дело вступает именно ствольная артиллерия, то есть «Спрут». Этим уникальным орудием планировалось вооружить противотанковую батарею легендарного артиллерийского полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии. Этот старейший полк не только воздушно-десантных войск, а старейший полк в вооружённых силах России. Этот полк был основан в 1918 году. Своё начало он берёт с артиллерийского дивизиона, с Чапаевской дивизии. Казалось, «Спруту» был дан зелёный свет. В 90-м году уже был образец опытный. Но в 91-м году начались, как говорится, непредвиденные события, которые помешали всё, и приостановились работы, и «Спрут СД», так называлась эта пушка, в войсках появился только в начале 2000-го года. На рубеже 90-х один за другим вспыхивали межнациональные конфликты. Начались горячие точки. И мне с моими артиллеристами пришлось непосредственно участие принимать во всех. И столько я насмотрелся на людское горе, что думал, что это последний, так сказать, бойник. И как я глубоко ошибся. Благодаря опыту, полученному в этих конфликтах, стало ясно, что пока не стоит отказываться и от некоторых старых, испытанных видов артиллерии. Таких, например, как гаубица «Д-30» и 82-мм миномёт. Как в Афганистане, так и в Чеченской республике применялись 82-мм миномёты. Когда противник вообще не понимает, откуда из-за горки стреляет миномёт, 120-мм орудия и «Д-30» мы в горы-то не сможем заточить. Поэтому, уйдя в горы, миномёт является основным средством поражения противника. Очень эффективным, с дальностью до 4-х километров. С этого года, уже решением командующего, введены миномётные подразделения, парашютно-десантно-штурмовые батальоны. Принятое на вооружение артиллерии ВДВ ещё в начале 60-х, знаменитая гаубица «Д-30» также до сих пор не находит в себе замены. Из-за сочетания дальности, свыше 15 километров, точности и огневой мощи. Именно эти орудия обеспечили успешный штурм дворца Амина в Кабуле ещё в 1979 году. Поскольку шёл шквал огня, поливался граждан, непонятно кто, откуда ночь. Мне доложили, что пулемёт не даёт головы поднять с верхних этажей прямо в слуховом окне. Вот расчёт орудийный прямой наводкой моментально уничтожил это гнездо. Я думаю, тем он спас не одну жизнь. И ещё было несколько огневых точек подавлено огнём гаубичного дивизиона. Однако нестабильная обстановка в мире, конечно, требует постоянного совершенствования военной кирпики. И мы планируем в дальнейшем проводить замену 120-мм орудий 2С9 на 120-мм модернизированное сабоходное орудие «Вена-СД» будет называться. И дальность стрельбы увеличивается в полтора раза «Вены». Для нам, для воздушных сандых войск это приемлемо. В перспективе на будущее, конечно, мы планируем усиливаться. Нам необходим всё-таки калибр помощнее. На вооружение артиллерии ВДБ уже поступили первые модифицированные самоходные орудия «НОН-М», оснащённые современными спутниковыми системами связи и привязки координат. А также модернизированная командирская машина управления объёмной разведки «Реостат». Мы многократно в нейроторских операциях общались с западными коллегами из всех практических армий. И, в общем-то, ни у кого такой техники, которая есть на вооружении, на оснащении воздушных десантных войск, просто нет. Интересно, что вместе со «Спрутом» в составе БДВ, возможно, появятся и танкисты. У него приборное оснащение, орудия танковые, снаряды все танковые. Нужно пойти следующим путём. Либо создавать группу по подготовке артиллеристов, десантников у нас «Спрут» в танковых училищах, создать группу. И там их учить. Либо, ещё проще, брать чистых танкистов, выпускников танковых училищ, и укомплектовывать нас. В 2008 году утверждён новый облик вооружённых сил России. Согласно данному плану, все боевые соединения должны быть переведены в категорию постоянной готовности. Первым шагом к этому станет создание частей, которые будут выполнять задачи, присущие силам быстрого реагирования. Уже давно существующим наряду с оружием ядерного сдерживания во многих странах мира. Усиленные авиации, военно-морскими соединениями, средствами радиоэлектронной борьбы и космической разведки, а также тяжёлой артиллерии, они способны решать многие, в том числе и стратегические задачи. Совершенно очевидно, что России с её просторами они просто необходимы. Мы огромная страна, мы все должны помнить, что это нам оставлено нашими предками, а мы всё это богатство должны приумножить и оставить нашим потомкам. Предполагается, что такие части будут создаваться на основе воздушно-десантных войск, перевооружённых новейшими видами мобильной десантируемой техники. Колонну БМД-4 сменяют самоходные артиллерийские системы «Спрут» 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Системы «Спрут» могут десантироваться на поле боя, огнём поддерживая выполнение боевых задач десанта. Ещё в 19 веке выдающийся русский артиллерист генерал Александр Баумгартен говорил, «Та армия, которая держит свою артиллерию в загоне и пренебрежении, сама накладывает на себя руки. За это ей придётся платить лишними потоками крови своей пехоты на полях сражений». Эти слова справедливы для любой страны, которая стремится сохранить свою независимость и уберечь жизни своих солдат. Субтитры создавал DimaTorzok